Номер 978. События дня. За 20 августа 2018 года. Экклесиаста 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайно, и хорошо ли оно, или худо. В нашей Барнавийской крестово-звижненской общине в возрасте 42 лет только что умерла дробот Анастасия Валерьевна. Осталось четверо детей. Енафа. Рождение. 23 февраля 2001 года. Иван. 21 мая 2002 года. Ифросинья. 29 октября 2003 года. И Нестор. 14 марта 2006 года. Муж. Глухонемой Андрей. Ну и здесь три ролика. Отпевание. Номер 1, номер 2. Проводы. И поминки. Если у людей желание помощь оказывать, просят адрес. Вот ответ. Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона. 790-69-68-6306. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Акима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, это Сбербанк 4276-0209-4465-7334. Вера Мирова, Игнатий Тихонович. Хочу вас попросить, если не составит вам труда, написать мне список литературы для чтения. Я человек не книжный, пустая я. Хочу заполнить себе пустоту с пользой. Хочу заняться самообразованием. Помогите мне, Христо ради. Спасибо, Господи. Пре Игнатий Лапкин. Конечно же, во-первых, Святая Библия в русском синодальном переводе 1876 года. Далее, Блаженный Феофилакт, наш трехтомник. И, конечно же, полное собрание творений святого Иоанна Златоуса, 12 томов. 12 книг «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие». С вас пока этого хватит на несколько лет. В добрый путь, сестра дорогая. Андрей Недоступ. Спаси Христос. Вчера с братом Александром Лобачевым размышляли и читали ваши стихотворения. Я женщинам всем благодарен и вдосталь. Аллилуйя. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. С великим удовольствием и почтением, как, впрочем, и всегда, считаю ваши ответы из открытым окон. Сегодня именно с этого начал день. И вот какая мысль пришла. Дерзну сравнись с отечественной литературой, дабы не провоцировать многих. Сошлись на то, что ваши ответы и основаны в основном на священном писании и трудах святых. У каждой эпохи свой голос, характер. И ту, например, что восхищала или пугала людей пять столетий назад, не актуальна сегодня. В вашей книге ответы именно такие, по росту нашего времени. Хотя это не исключает их будущего значения, скорее, напротив. Рецепт вроде и прост. Лаконичность, ясность, практический пример, ссылки на стих из Библии. Святых отцов, уместный юмор. В этих ответах сразу видится истинность, которой хочется тут же довериться и применить к себе. С последним всего труднее всегда. Но от этого ценность лишь выше. Спасибо, Христос. Низкий вам поклон, Игнатий Тихонович. Мы каждодневно, вы, в моей благодарной молитве. Ну и вы, Юрий, также у нас. Игнатий, сегодня, как всегда, подъем у нас был 4,40. Но мне приходится вставать пораньше. Иначе часа на два, чтобы разобраться с почтой. Так и сегодня, 21 августа 1918 года. Тут 19, ошибка. В интернете у меня четыре поприща. Мой мир, наш форум «Восвете Библии», наш видеоканал «Восвете Библии» и наш сайт «Восвете Библии». Открылись все четыре ресурса. Это сегодня. Пока разгребал и блокировал сотни матерков, в комментариях шло время. Администрация наша выставляет наши ролики. А мне приходится только снимать замки с них. В моем мире увидал корабль и подпись. Китайский госконцерн получил многомиллиардный контракт у российского предприятия ОПК. Когда-то я работал в море на таком корабле. Ну, не такой там по размеру-то, но так же углубление форватера. После этого сразу пропал доступ к Ютубу и к сайту. Приходили утром Сергей Попов и Виталий Калиников, но ничем не помогли. Доступ к интернету стал вот такой выборочный. То есть открывается только мой мир. Или с открытием вышеуказанного ролика вирус подцепился. Перегрузки две сделал компьютеру. И иные действия не дали положительного результата. Мой мир работает и скайп. Итак, что же делать? Прошу незамедлительной помощи. Вот события краткие. Ну, какие? Жив деревни. Основные работы сделаны. Я три раза вчера ездил только на рыбалку. Доставал мордушки. Там все. Приезжаешь, рыбу надо почистить. Володя протапливает русскую печь и дальше сушит. Чтобы на зиму нам что-то было. Когда по деревне едешь, то у Любоминаевой гуси на два табунка. В одном три взрослых и два гусенка. А во втором нету взрослых. Инкубаторные. Тринадцать. Ну, и раньше так не было. А сейчас есть гуси бегают за тобой. Бегают, прям нападают. Ну, а я тут с сестрой родной ехал, с Валентиной Тихоновой. Как-то не обратил внимания, что гуси-то. Она вперед проезжает, а я чувствую, что меня затормозило. Велосипед и крик поднялся гусиный. Я остановился. А гусь догнал и голову в заднее колесо клюнул. Ну, и клюнула его, затащила и замотала голова. Ну, я подумал, что тут только оторвать его. Хорошие съемки были бы. Но велосипед даже положить нельзя. Он бьет крыльями. Я давай помаленьку, помаленьку, а с собой видеопарат был. Вот съемка-то была бы. Давай его потихоньку подтаскивать, помаленьку, помаленьку из списка отгибать. И от втулки поднял кверху. И кое-кое как вытащил. А он даже ничего. Я считал, что голову ему разморжило. Никаких. Он полетел к своим гусям. Ну, они беспризорники, как сказать, инкубаторные, общежитские. Закричал, а гуся обычно поддерживает. Гогочец, а тут как рванулись от меня, от велосипеда-то. Ну, я пошел в любе, хозяйке рассказал, как было, посмеялись и другим. А тут скорчено сообщили, что у нас большая почта пришла там. Я думал, что она в сельсовете сохраняется там. Ну, там у знакомой одной нашей. Вот, чтобы забрали большую почту. Видимо, мне ответы поступают. Ну, никого нигде нету. У кого машины есть, ездят всех, предупредил. Кто поедет, я на обратном ходу заехать, забрать почту. Виталий работал тут с Сергеем. Склад зашивает у Игоря Барабаша. Вот, Володя по огородам. Ну, а еще мы всего четверо тут еще такого и нету. Вот, ребятишки тут бегают, катаются. И вот никаких событий как бы и не было. Есть такие, кто звонит. Звонят, ругаются. И отзывы такие. Ну, сквернее некуда. Матерки, матерки прямо вверх. И на этом все. Сейчас, Виталий. Началось. Доброе утро. Видите, у меня большая тут как-то неприятность или что. Я каждое утро встаю рано, даже раньше 4 часов 40 минут. Ну, и 4 у меня тут ресурса. Мой мир, форум, YouTube, наш канал и сайт. Все открылось как надо. Ну, я тут разбираюсь, главное, с YouTube. Там сотни матерков. Там прямо ужасно, что делается. Я пока удаляю, там блокирую. И в это время в моем мире увидел небольшой такой ролик. Вот дернуло меня на него, на этот ролик. Посмотреть. Может быть, я этим самым и... Ролик называется «Китайский госконцерн получил многомиллиардный контракт у российского предприятия ОПК». То есть углубляет форватер морского дна. Я работал на таком корабле. После этого захожу, а я же только снимаю замки, закачки-то не могу делать здесь. Нет, не открывается. Я побился, как там выдергиваете сеть и все. Один мой мир открывается, а остальное сайт все закрыто. Нету доступа. Позвал Виталия, пришел Сергей, что-то маленько знают. Бесполезно. Так выборочно, чтобы... Главное, доступ к интернету есть. И главное, Яндекс.Екс, а в Гугл нету. Или я вирус подцепил. Помоги мне, пожалуйста. Я же сегодня не поставил ни ролика, ни события дня, ничего нету. Все заглохло. Да вот я не знаю, я то могу тайм-вьюер дать или что тут сделать-то. Говорят, ну, у нас же все стоит здесь. Предохранители Касперского там какие. Не мог же через этот ролик вирус заскочить. Я только... Так он и ничего не показал ролик. Я только прочитал. Он даже не двинулся с места. Вот сунул меня на этот... Может быть, он и ни при чем, а вот голова туда крутится. Да не праздный какой-то ролик. Там мне прямо это... По работе, по моей бывшей. Такая штука показывает, когда на сайте. Ничего нету, доступа нету. Доступа нету. И что не делали? Туда полез кверху, как обычно было там. Когда сайт открывает, что показывает? Ну, да, сейчас вот я... Вот сейчас открываю. Вот. Сейчас мой мир. О, так. Так, мне что нужно? Ну, мне нужно зайти в этот... В YouTube. Вот написано. Не удается получить доступ к сайту. Веб-страница по адресу такая-то. Возможно, временно недоступна или постоянно перемещена... Постоянно перемещена по новому адресу. О. О, главное... Открылся, открылся сайт. Сайт открылся. Не было все утро. А мой мир свободно открывается. Почему? Вот этот-то вот вопрос стоит. Чтобы так выборочно доступ был, главное... А как зайти-то мне? А нет ли другой, что такое, через это не дает? Да, пробовали через этот... Хром ничего не дает. А есть? Да. Два раза перегрузку сделал компьютера, не дает. Вот, смотри. Главное, мой мир работает отлично. Если вирус я тут засыпил... Так, а почему... Так вот, ребята-то и говорят, говорят, вирус, говорит, вирус. А я знать-то не знаю. Чего я знаю-то? Форум точно так же. Не дается получить. Соединен сброшен. Попробуйте сделать следующее. Тут целый столбик. Чего делать надо? А я ничего и не могу делать-то. Кроме тебя, мне никто... Сегодня ни одного ролика не выставил. Откуда же я знаю? Ты для меня... Всё. Главное, доступ-то есть. И что-то интересное. Вот сейчас при тебе я... Вот, захожу Яндекс. Открылся Яндекс свободно. Совершенно свободно Яндекс. Теперь Гугл... Крутит на одном месте, не дается получить доступ. Как это так выборочно? А у Володи на наш сайт всё нормально, показывает никаких блокировок, ничего нет. Да как бы это, а то... Ну, даже до Гугла-то нету. Что это за фокус такой? Всё утро колочусь, и люди-то ждут наши материалы. Ты уж... Мы молимся, чтобы тебя Господь это как-то на помощь дал нам. А откуда же я знаю-то? И ты меня спрашиваешь, я только могу руками разводить? Не-не-не, мне... Да как, у тебя там вьюер дам, да и всё. А? Есть, есть там. Сейчас посмотрим, минутку. Ну, тут все данные, всё, цифры идут. Так, ещё. Может, заглянешь или как? Да-да. Ну, тогда я, так...